Друзья, всем добрый день! По программе спортивно-патриотического клуба Яропок дети до 16 лет включительно три раза в год сдают мне на проверку школьные дневники. Мы смотрим их успеваемость, потому что для нас успеваемость наших воспитанников в школе является основополагающим моментом. И, соответственно, они сдают еще зачеты по теории. И это, как правило, не школьный материал, а то, что нужно им для жизни, чтобы расширить их мировоззрение. Недавно прошел у нас зачет, он был на тему Пара-Олимпиада. Группа 5-6 лет и группа 7-9 лет сдавала непосредственно стих на данную тему, а с 10 лет и старше сдавали непосредственно зачет про героев Пара-Олимпийцев. В данном видеоклипе я хотел вам показать, как наши воспитанники это делали. Время все растало так, как надо, но не мерных нет. Тех событий свет. Мы тебя, Пара-Олимпиада, будем помнить много лет. Ведь какие же хоккей и страсти? Кажется, что вот-вот растает лед. И передавай мое счастье, если наш игрок... Ай, если шайбу наш игрок забыет. Если в нашем челе словно ветер и разили каждую мишень, после биатлона мы, как дети, бурно ликовали целый день. Такого в мире не видали. Даже по наградам, что даны. Восемь-десять вручных медалей. Защищав. 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 Честь родной страны. Здесь нет мелочей и случайных событий. Одной секунд зависит итог. И все состоит из запутанных нитей, которыми связан судья и игрок. Ни травмы, ни боль не имеют значения. Никто не подстелит соломы и мех. Лишь по долгих лет переходит в мгновение. И воля к победе приносит успех. Диспадать нельзя и нельзя уступать. Уступиться. Уступиться. И многие... Многие гости любые судьбе, но лишь единицы способны пробиться. К жестокой и жесткой и жуткой борьбе. Нет слабых, здесь сильные, все поголовно. И каждый в ответе за честь и страну. Но играми названы это условно. Игры, похожие с корейным войном. Стремительные гонки за блеском медалей. Волнаются жизни и кости трещат. Названным несчетных чинов или гадий. Волнает. Не слышно? Не слышно, как души больные кричат. Но вот он. Настал. Настал отдых силой воли. Ну что, не бывало, ты как-то совершил. И каждый себе говорит, что он сможет, но лишь победителем будет один. Почему ты считаешь, что ты с Марса? Потому что я россиян. То есть ты прилетел из космоса? Не знаю. Но ты часто летаешь? Ну, средне-то. Да, а что значит в твоем понимании летаешь? Ну так, когда я забываю, где я, что делаю. Ладно, пять идей. Известные слова Рима Баталовна. А когда ты теряешь руки, ноги или что-нибудь еще. Ты начинаешь внутренний разговор с Богом. И бросишь у него терпение. Улыбайся, улыбайся. Посмотри, сейчас ты будешь улыбаться. Че прям... Хочешь меня отомстить, да? Для Сергеевича в форме. Ты еще долго ему не сможешь отомстить. Лет через десять только. А когда у вас родился Клицу? 21 февраля 1972 года. Что ты про него расскажешь? То, что он в 90-е годы выступал под дзюдо. И во время... Сначала поженился со своей... Ну, получается, с женой уже. Но вскоре она погибла в результате несчастного случая. Он лишился обеих ног, но не очался и продолжил заниматься. Также на паралимпиаде занял в Пекине. Стал абсолютным чемпионом. Еще в Афинах занимал серебро. Был чемпионом мира и Европы. Было бы пять, так, четыре. Иди, тренирусь. Сколько завоевал медалей Михайлов? И где? Две в Турине, четыре в Ванкувере и еще две в Сочи. Кем он был? По какому виду спорт выступал? Ветвар. Гарусов. Было в тот раз без троек. Смотрим, что сейчас. Опачки. На удивление, троек опять нет. Ну, редкий, как сказать... Редкий случай, когда хороший спортсмен. И оценочки еще у нас. Когда у нас родился Селюкин? Селюкин. 26 марта. Тысяча... Сейчас, он 1977 был. Отлично, расскажи про него. Селюкин. Вадима, как юноша в его возрасте, отправили на Чеченскую войну. Там он получил тяжелое ранение, где следовало ампутации ног. Так, вот. И? По какому виду спорта он выступал? Он выступал по... По хоккею. Он долгое время был капитаном. Но хоккей... Хоккей среди паралимпийцев, как называется? Хоккей- Проверяем Челышева. Итак, троек, раз, тройка. Одна, средняя, тройка. В тот раз, в тот раз... Посмотрим. Я помещаю как одна. Да и такого доводить не надо. Будет плохо, я сборная вылетишь Данечка. Какая спортсменка у нас получила наивысшие награды в Солт-Лейк-Сити? Она Медведева Инна Витальевна. Когда она родилась? 27 января 1977. Девятого? Девятого. Че такой хмурый? Ничего. Все нормально? Кто у нас взял шесть золотых медалей на одной паралимпиаде? А шесть золотых это... Как бы, Петушков? Да. Сколько Рим Баталова восстановилась чемпионка Европы раз? 46. Не ври. 43. А вы учили сейчас рассказ про кого? Мы учили рассказ про людей, про пара олимпийцев, которые нашли себе силы бороться. Даже после того, как у них произошли такие случаи в жизни, они нашли в себе силы и смогли стать спортсменами, даже учитывая то, какие у них травмы. Они смогли это сделать и стали чемпионом. В социальных сетях я часто слышу укор в свой адрес, что Ярополк только пиарится. Хочу вас заверить, что мы всегда будем выставлять видеоклипы, тот видеоконтент и фотоконтент о деятельности нашего клуба. Потому что для меня и для всей моей команды тренерского состава наши воспитанники, это наша гордость. И мы хотим показать, чего они добиваются не только на ринге, но и в жизни. А по программе клуба, еще раз повторюсь, что для нас главное нравственность, мораль, чтобы они понимали ответственность за настоящее будущее своей страны, но через спорт, а по программе клуба непосредственно через единоборство. Ждем всех в клубе Ярополка. Ждем всех в клубе Ярополка.